Всем привет! Сегодня готовим домашнее галетное печенье. Оно будет особенно диетическим, потому что готовится без яиц. Для вашего удобства я буду называть продукты не только в граммах, но и в стаканах и ложках. Нам понадобится 3 столовых ложки сахара. Можно сделать менее сладкое печенье и добавить сахара меньше. Для аромата я добавлю пол чайной ложки ванильного сахара, хоть это и не обязательно. Также добавлю одну щепотку соли. Сюда добавим мокрые ингредиенты. Нам понадобится 100 миллилитров жидкости. Или это будет полстакана воды или вода с молоком. У меня будет 50 на 50. 100 миллилитров. Также добавим сюда одну столовую ложку растительного масла. Все хорошенько перемешаем, чтобы соль и сахар растворились. Будем добавлять дальше сухие продукты. Я это делаю всегда через сито, чтобы мука обогатилась кислородом. Нам понадобится 200 граммов муки. Для вашего удобства скажу, что это 1 стакан 200 миллилитров и еще пол такого же стакана. Также нам нужно 30 граммов крахмала. Это 3 полные столовые ложки. И 6 граммов разрыхлителя. Это 1 полная с горочкой чайная ложка. Просеиваем. И сперва перемешиваем ложкой. А дальше вымешиваем руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Оно не должно липнуть к рукам, но быть при этом вот таким вот податливым. Мука бывает разной влажности. И если у вас тесто прилипает к рукам, просто немножко еще добавьте муки и вымесите. Если тесто вы чувствуете, что оно крутовато, капните немножко водички, опять-таки вымесите. Теперь этому тесту дадим отлежаться, отдохнуть примерно час под пленкой, чтобы оно не заветрилось, не подсохло. Тесто постояло. Будем раскатывать. Если вы раскатываете прямо на столе, без коврика, то лучше присыпать, припорошить стол мукой. Тесто стало совсем нежным, совсем податливым. Раскатываем его насколько возможно тонко. Я его раскатала до такого тонкого состояния. Оно вдвое. И еще раз вдвое. И снова раскатаю. Это я сделала для того, чтобы оно у нас получилось максимально слоистым. Тесто снова раскатали до такого тончайшего состояния в пару миллиметров толщины. И теперь самый творческий процесс. Придаем форму нашим печенькам. Можно сделать кружочками, как Марию. Можно вырезать фигурки формочками, как зоологическая. Можно придать им классическую квадратную форму. У меня будут печеньки квадратные. Чтобы они получились ровными, я буду использовать линейку. Поставлю себе засечки. Классическая ширина по 5 сантиметров. И нарезаю. И поперек. Опять ставлю засечки. Будущее печенье переносим на противень с пергаментной бумагой. А теперь это печенье нужно немножко наколоть. Это удобно сделать при помощи вилки. Не только для красоты, но и чтобы оно у нас не поднялось одним пузырем. Отправляю печенье выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 10 минут диетическое домашнее галетное печенье у меня готово. На время выпечки может отличаться, так как в духовке у нас разные. Если такой рецепт показался вам интересным, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк и пишите комментарии. Или хотя бы оставьте смайлик в комментариях. Всего вам самого доброго. Прежде всего здоровья, радости, бодрости. Увидимся в следующем вкусном видео.